всем привет предлагаю вам вместе со мной расхламить мои ароматы для чего я это делаю для того чтобы купить что-нибудь новенькое да да мы сегодня с вами посмотрим примерно 20 ароматов здесь и faberlic и не faberlic и для чего я это делаю для того чтобы ну во-первых освободить пространство для чего-то новенького ну и потом зачем же будут стоять ароматы которые мне по какой-то причине не подошли не понравились или надоели зачем им жить у меня когда их можно передарить человеку которому они будут нравиться вот поэтому я решила достать все свои 20 флаконов и вместе с вами посмотреть что же из этого я уберу ну и первое начнем это шанель шанс фреш у меня два флакончика один мой второй мне подарила моя коллега честно говоря мы с ней были очень удивлены тем что немножко отличаются два аромата хотя концентрация одна и та же она единственная туалетной водички и она покупала это тоже в федеральной сети но почему-то ароматы отличаются и ее аромат менее стойкий наш разговор вообще начался с того что она говорит марин я ничего в этом шанель шанса фреш не понимаю какой-то он не нехороший и не так пахнет но сравнили и увидели что действительно разница есть но она сказала все равно забери я не буду им пользоваться я честно говоря даже засомневалась настоящий ли аромат у нее потому что посмотрите криво во первых нанесена надпись во вторых все проржавела несмотря на то что флакончик у не очень много небольшой возраст у него ну и вот эта часть которая распыляет аромат она выглядит очень очень такой посмотрите некачественный ну как бы есть подозрение что это не настоящий аромат и как уберечься от покупки такого я не могу подсказать вот аромат который пахнет как положено у него и надпись прямая и здесь все в порядке моему аромату порядка 8 лет я была еще беременной когда покупала его но ничего не изменилось с тех пор здесь 100 миллилитров и я им пользуюсь не знаю да пользуюсь им или нет но периодически я про него вспоминаю но хотя уже не получаю такое удовольствие как раньше поэтому он у меня ушел на второй или даже на пятый план дальше есть у меня из коллекции шанель шанс еще и от thunder тоже осталось буквально немножко это более нежный аромат и более больше подходит даже для молоденьких девчонок моя дочь его облюбовала поэтому конечно же я его оставляю периодически сама его наношу ну и дочь моя тоже периодически заглядывает ко мне в шкафчик ради этого аромата шанель шанс это классический шанель шанс в концентрации туалетной водички здесь тоже 100 миллилитров это уже наверное четвертая моя покупка этого аромата это просто аромат который последние несколько лет ведет рука об руку со мной я им пользуюсь в любое время года и ну просто обожаю его не в первоначальном его аромате а серединке и в остатке я иногда даже могу с вечера нанести на вещь чтобы пойти с утра и чувствовать именно те ноты которые мне нравятся иногда да бывает такое настроение иногда я с утра когда его нанесу я могу чихать на протяжении двух часов есть такая особенность у меня в дружбе с этим ароматом я уже не знаю и коллеги начинают бояться и желать не здоровья на самом деле это вот такая реакция на классический шанель шанс я уже просто об этом знаю одна из последних моих покупок это шанель шанс о вив это не новая водичка но я ее купила недавно потому что когда она вышла я ее не оценила мне не понравился аромат я еще подумала как же шанель может вообще такое выпустить и представляете спустя несколько лет увидев по акции эту воду я ее купила по очень очень хорошей цене я заново протестировала и поняла что видимо просто не так звезды сошлись тот момент когда она вышла и почему она мне не понравилось я не поняла и относительно недавняя покупка и посмотрите уже четверть флакона примерно израсходована очень ее люблю такой я не могу описывать ароматы для кого-то вот вы знаете я несколько мне не слышала что классический шанель шанс он очень сладкий лично я в нем никакой ноты сладкой не чувствую поэтому боюсь даже описать я просто скажу что этот аромат и в пир и в мир и в добрые люди и на любой возраст и молоденьким девчонкам будет хорошо и женщинам уже в почтенном возрасте в общем он такой прям ну прям на любой случай жизни дальше посмотрим что шанель номер пять это о премьер это тот аромат который очень очень вечерний я его наношу только в каких-то исключительных случаях ну или если я одета но не то чтобы в вечерние вечерний наряд ну допустим очень по деловому то есть и к такому очень деловому образу это подойдет здесь небольшой флакон и сейчас скажу 40 миллилитров тоже у меня давно давно этот аромат существует и немного использована потому что одно два нажатия и все и ты идешь уже полностью в готовом образе и за тобой тянется шлейф очень дорогого аромата я его обожаю я конечно же никуда не отдам это такая у меня палочка выручалочка на какие-то вечерние выходы кристалловерт ну это просто это просто аромат с какими-то такими очень интересными нотами которые раскрываются даже не в самом начале ближе к концу который меня очень сильно привлекают и 75 миллилитров это уже вторые 75 миллилитров которыми есть и я не исключаю что будет и третий раз куплена эта вода очень ее люблю и знаете наверное за что вот я когда чувствую ее от окружающих и чувствую одни ноты когда я наношу на себя я чувствую какие-то даже мужские что ли ноты которые в последнее время меня очень привлекают и однозначно остается но по поводу мужских нот кто следит за моим инстаграмом может уже видели что я купила себе совершенно мужской аромат dior om intense и это такой теплый согревающий древесный аромат которым я пользуюсь когда надеваю какую-то мягкую уютную вещь джим пирог очень мягкий уютный в которой хочется укутаться и просто просто супер аромат обожаю его купила для себя и для мужа но пока сама еще и не на пользу я прям открыла сейчас чтобы понюхать чтобы вдохнуть этот аромат 50 миллилитров здесь у меня конечно же это одна из последних покупок и она остается давайте все-таки к другой стороне немножко перейдем а то она у нас незаслуженно стоит как сиротка рената да на солнце видно что я этот флакон беру в руки рената это одна из последних покупок я протерла чтобы было красиво очень понравился мне этот аромат именно из флакона из пробника я помню пришла к подружке говорю фури нато наград я сейчас дам тебе подожди приносит мне из флакона я нанесла и все и я пропала и пошла и заказала целый флакон а из пробника я бы никогда не заказала этот аромат если бы тестировала только из пробника поэтому я очень рада что мне дали его потестировать именно из флакона очень красивый такой рубин у меня сейчас в руках ну и аромат сложный аромат ну кто-то здесь узнает розу лично я розу здесь не узнаю я не знаю это просто такой шикарный тоже больше вечерний или для какого-то супер делового образа для молоденьких девчонок вряд ли подойдет а вот для девчонок лет с тридцати уже самое то следующее что это однозначно у меня остается так я вот это вот и честно говоря ну и оля подделочка убрала в сторону я ее отдам доченьки подросткам нормально с такими ароматами дальше что у меня есть dior grand ball или ball я честно не знаю как по-французски это все читается но это вроде пробника и подарила мне подружка это чисто жасминовый такой аромат я бы сказала что это моно аромат и она не может пользоваться здесь прям чистейший жасмин и я тоже не могу но часть использовала бывает такое настроение здесь очень мало миллилитров может быть 10 я это оставляю на те случаи когда мне хочется пахнуть прям цветочками цветочками вообще по моему это какая-то или лимитка или еще что-то у dior следующее это был вот такой пробник carolina herrera ch здесь написано как называется сам аромат скорее всего вот так он сам и называется 8 миллилитров целых 8 миллилитров понимаете да в пробнике вот это пробник это я понимаю пробник это пробник который я не могу никак истратить не могу использовать достаточно сложная тяжелая водичка вы видите что практически все 8 миллилитров здесь целые видите да где уровень сейчас нестабильно трясется в общем будет практически полный пробник и достаточно тяжеленькая водичка я очень редко ею пользуюсь но тоже бывает на не настроение однозначно оставляю дальше достаю ланком вот это точно лимитка мили энд уны roses это чисто розовый аромат аромат из роз не розовый по цвету а именно из роз прям целая композиция и я этот аромат однажды почувствовала на коллеги которая ездила куда-то за границу и в duty free приобрела и такой шлейф был на весь наш офис что я захотела но когда я захотела тогда уже этот аромат нигде не продавался и одна моя знакомая где-то его нашла в москве в каком-то бутике и просто в подарок не выслала сказала что вот пожалуйста пользуйся и видите да я тоже уже много лет им пользуюсь одного нанесения достаточно одного пшика для того чтобы за тобой был шлейф кто-то говорит что пахнет табаком кто-то у кого-то еще какие-то ассоциации а у меня просто ассоциации с розами с огромным букетом роз и обожаю этот аромат дальше я беру порту жур это faberlic это один из хитов вообще компании он был создан этот аромат в качестве свадебного комплимента гостям на свадьбе владельца компании нечаева и под был подарен каждому гостю он идет в очень красивом оформлении очень красивая упаковка открытка внутри золотом расписанная и аромат этот очень схож кстати с шанс фреш есть даже прям очень не очень схожие ноты просто узнаваемые я как-то раз нанесла из пробника этот порту жур еще когда у меня не было флакона нанесла на руку и через какое-то время вдруг я поняла что у меня откуда-то пахнет шанс фреш хотя я им не пользовалась и это было не в начале это было как раз ближе к базовым нотам я была очень удивлена я не поняла откуда у меня пахнет шанс фреш я им не пользовалась и потом до меня дошло что просто есть схожесть они по первому по первым но там абсолютно разные но к серединке ближе к концу они просто становятся очень похожими наверное поэтому это очень популярный аромат но все я уже не могу и свой шанс фреш допользовать и этот аромат тоже мне поднадоел хотя вы знаете если вы любите ароматы с горчинкой здесь можно эту ноту выделить и когда мне хотелось немножко с горчинкой аромат то я пользовалась и получала удовольствие но сейчас это настроение прошло и этот аромат уходит куда-нибудь я еще не знаю куда так дальше что у меня в руках это urban legend это одна из новинок компании faberlic и я покупала в паре по моему или по отдельности я уже не помню нет я покупала в паре с мужским и женский аромат в какие-то моменты я им даже пользовалась вот видно что и флакон начатый но не очень-то мне он приглянулся не очень-то он прижился у меня и я хочу его кому-нибудь подарить он знаете на что похож он похож на леди миллион по карабан мне кажется с него этот аромат делали разложили по нотам и потом нашему вниманию предоставили в компании faberlic если вы знаете аромат ван миль леди миллион по карабан то в качестве такой замены бюджетные можете приобрести но у меня он пока уходит в сторону дальше faberlic platinum очень неоднозначный аромат очень такой на любителя его тоже представляла рената литвинова когда-то и я его купила за его я бы сказала даже странность то есть он выбивается из линейки ну каких-то привычных ароматов у него есть какие-то ноты которые я могу чувствовать только вечером у меня бывали и случаи когда я просто наносила на подушку на постельное белье чтобы чувствовать этот аромат а с утра нет с утра он бывает аж удушающий такой прям противный что с утра невозможно им пользоваться ну а вечером я не всегда наношу повторно водичку поэтому он у меня не очень сильно расходуется но и стойкость у него очень хорошая поэтому наношу его по чуть-чуть оставляю конечно его у себя потому что но вряд ли найдется еще человек который сможет так же как я им пользоваться ну хотя может и найдется если найдется то я конечно же его передарю следующее что беру это валентин юдашкин голд вот этот аромат меня впечатлил с первых своих нот с пробника я сразу же заказала флакон и ни разу не пожалела я пользуюсь им периодически вы же видите сколько ароматов и невозможно каким-то пользоваться постоянно во первых я перестаю их слышать во вторых надоедает но какие я еще слышал они надоедают и я перехожу на какой-то другой аромат вот валентин юдашкин это такой аромат который которым я пользуюсь когда я не вот ну прям не знаю чем попользоваться и потом он у меня входит прям в мой ежедневный рацион и я получаю от него удовольствие когда им пользуюсь рекомендую этот аромат как бы я сказала для любителей не цветочных ароматов или тех кому надоели цветочные прям какие-нибудь там розочки фиалочки вот это пудровый аромат здесь вообще очень интересное сочетание и многие конечно только пудрую чувствуют ну а я отдельно ноты не ощущаю поэтому отдельные ноты не могу никакие здесь вычленить даже пудру а в целом аромат я обожаю аромат мелоди 15 миллилитров производители faberlic и купила его знаете тоже в пробнике вроде протестировала вроде все меня устроило но когда получила нанесла и поняла что вот мне прям противно я прям не могу и в разное время пробовала его наносить и через месяц через два вот он у меня стоит наверное уже год и ни разу я не получил от него удовольствие он однозначно уходит из моей коллекции следующий аромат бомонд я его приобрела видите в упрощенной версии сейчас faberlic некоторые ароматы вышли именно в таком оформлении они стоят гораздо дешевле еще если по акции каталога но в раза в четыре там но в три точно и я взяла 30 или 35 миллилитров в этом флаконе и не смогла мне и у меня стала ассоциация знаете этого аромата с аленой ахмадулиной с ароматом который я просто просто даже вдохнуть один раз не могу и когда я тестировала из пробника у меня даже какие-то хвойные ноточки у него появлялись а здесь из полного флакона тоже несколько раз попробовала и все это у меня ни к чему не привело и осенью я его пробовала и ждала морозов в морозы им пользоваться нет нет все это однозначно не мой аромат и практически целый то есть без каких-то там не знаю нескольких миллилитров может даже и миллилитра я этот аромат кому-нибудь передарю дальше опять у меня затруднения с произношением название этого аромата в общем вот из этой коллекции аромат выделю как один из самых мне более других понравившихся пахнет ле паркинзо вот такой свежий мне кажется вообще универсальный для любого человечка подойдет 30 миллилитров и можно купить за 249 рублей по акциям каталога ну или с кэшбэком будет еще дешевле по ссылке можете пройти кэшбэком пользоваться под этим видео оставляю ссылку и свой номер консультанта чтобы вы попали именно ко мне и я была вашим помощником ну собственно этот я аромат оставляю нравится моей дочери и он нравится даже мне я периодически им пользуюсь и все спрашивают чем же от меня пахнет это это очень хороший знак ну вот с ароматом рамья то у меня не задалось и подруга мне из флакона давал наносить и я из пробника наносила но нет кто-то слышит здесь ароматы кока-колы у меня таких ассоциаций ни разу не возникло но я очень плохо умею различать ноты поэтому возможно это только моя проблема потому что несколько человек чувствует а я одна не чувствую но в целом я даже не знаю как описать этот аромат он мне кажется тоже не привязан к возрасту кто-то его даже с нишевыми ароматами ассоциирует но я особо в нишевых не разбираюсь и до них еще не доросла они мне в принципе не нравятся поэтому не знаю рекомендовать но у меня он точно не остается я его кому-нибудь передаю но знаете пока я снимала я сделала паузу и принесла еще два аромата я вспомнила что они у меня есть и но я им не пользуюсь это моя консультантка передарила мне то что ей за как это называется активация фаберлик да то есть кто давно не делал заказы им периодически их активирует на заказ и дают какие-то подарочки и вот в один из таких периодов активации за 1 рубль за заказ на определенную сумму давали два аромата ну и она заказала два этих аромата и сказала марина не мне нужны я их специально заказала чтобы тебе потом отдать отдала просто так и это коллекция романь аромания которую из которой вы строите свой аромат то есть ароматы конструкторы сколько бы я их не покупала в пробниках и вот получив две водички вместе попробовала прямо с флакона я поняла что это просто ароматы на выброс я их поставлю возможно вместо освежителя туалетную комнату и не могу честно никому рекомендовать не в даже сочетание строить потому что у всех очень дешевые ноты в конце я спробовала их смешивать с теми пробниками какие у меня есть то есть и побольше даже объем наливала но нет все эти ароматы я конечно же кому-нибудь предложу может быть кому-то они и понравятся но меня не точно останутся ну и как они выглядят внутри собственно также как они выглядят и каталоги обычный простой такой аромат лаконичные ничего лишнего никаких изысков флаконе ну и металлическая обычная крышечка так ну и что по факту мы имеем минус 7 ароматов и все у меня 6 фаберлик и один вот этот фреш который непонятно все-таки шанель или не шанель ну а остальное все что вы видите сейчас в кадре это все у меня остается и ждет каких-то своих новых друзей я пока не определилась что именно я хочу но обязательно с вами поделюсь как только что-нибудь куплю себе новенькая большое спасибо что вместе со мной разобрали мои ароматы надеюсь что хоть что-то было вам полезным при выборе хотя я помощник в ароматах еще тот большое спасибо за просмотр подписывайтесь фаберлик получаете кэшбэк до 26 процентов и не забывайте ставить мой номер когда будете регистрироваться тогда попадете ко мне я буду вашим личным помощником ну все до новых встреч смотрите мои новые видео всем пока